Ежемесячно старосты сельских территорий встречаются вместе и подводят итоги работы, а также обсуждают планы на будущее. Заседание в микрорайоне Пироговский состоялось под председательством Юрия Уланова, который обозначил главные темы встречи. Был принят закон о старостах Московской области. У нас-то и ранее было положение такое, которое было утверждено Советом депутатов, но сейчас мы привели свое положение в соответствии с законом Московской области. О внесении изменений в положение о старостах городского округа Матища проинформировал Валерий Конягин. В своем докладе он отметил, что старосты нашего округа могут послужить примером для других образований, ведь результаты их работы очень высоки. Старосты как раз вашей территории наиболее эффективно работающие, поэтому вопросов и жалоб меньше всего. То, что касается вопросов местного самоуправления, за это огромная благодарность от главы городского округа. Ну и я, естественно, присоединяюсь ко всем тем хорошим словам, которые говорил Юрий Николаевич, потому что вижу, как работа ведется. В ходе собрания обсуждали вопросы благоустройства и жизнеобеспечения, а также подводили итоги празднования в некоторых сельских территориях Дней Села. Юрий Уланов отметил отличную работу староста деревни Чеверева Людмила Дедок. Ну, пожалуй, самый яркий праздник, он почему такой яркий получился и интересный, это, конечно, Чеверева. Ну, потому что много Людмила Ивановна сделала для того, чтобы, во-первых, убедить жителей, да, и самой выйти с инициативой, ее поддержали с тем, чтобы другой день назначить. И он правильный оказался, во-первых, летний, во-вторых, здесь есть, ну, действительно, подоплека традиции, да, русской, вот, и поэтому, конечно, вот, молодец. Молодец, спасибо, просто вот, браво. Людмила Дедок, староста деревни Чеверева, три года. К своей работе относится очень ответственно, знает всех и старается решить все чайные невзгоды сельчан. А еще в ее непростой работе ей помогает и чувство юмора. Передо мной всегда стоит задача, не откладывая на завтра то, что можно сделать сегодня. И если я потребовалась, мне позвонили, я сразу же на свой Мерседес, а Мерседес у меня двухколесный, и я сразу же без бензина, без предварительного разогрева появляюсь на месте. Вот и все. Последний вопрос повестки дня – подготовка к мероприятиям по празднованию Дня городского округа Матища. Жители сельских территорий также принимают в нем самое активное участие. Алла Сталаева, Андрей Капустин, информационная программа «День». Правильная программа «День».